Качество электроснабжения Субсеха от жителей этого села в адрес краевых парламентариев поступила жалоба. Из-за низкого напряжения в сети у людей возникают перебои в работе бытовой техники, проблемы с отоплением. Представители Кубани Нерго заверили, что у этого вопроса есть решение. В этом году запланирована реконструкция двух высоковольтных линий, питающих село Субсех. На эти цели предусмотрено свыше 17 миллионов рублей. Краткосрочная установка дополнительная, до 20 марта мы выполним. Это те, которые сейчас могут снять кризисную ситуацию. А для того, чтобы и перспектива появилась какая-то, и еще более улучшилась, это до конца года будут проведены масштабные реконструкции. То есть к следующему отопительному сезону практически этих проблем не будут возникать? Да. Председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства поставил этот вопрос под личный контроль. По мнению депутата, качественное электроснабжение курортных территорий края – одна из приоритетных задач ближайшего времени. В первую очередь Черноморское побережье нужно обеспечить в полном объеме трансформаторной мощности, ну естественно качеством. Это напряжение 220. Здесь все развивается прогрессивно. В Анапе продолжится работа по формированию комфортной городской среды. В прошлом году в рамках этой программы были выполнены масштабные работы по благоустройству одной общественной из шести дворовых территорий на общую сумму свыше 67 миллионов рублей. В этом году Анапа вновь примет участие в этом проекте. Запланировано выполнение работ по благоустройству четырех дворовых территорий, многоквартирных домов, общей площадью 28 375 квадратных метров на общую сумму 49 миллионов 68 тысяч рублей. В отношении благоустраиваемых объектов разработана проектно-сметная документация, пройдена процедура проверки достоверности определения сметной стоимости в Краснодар-Крайгосэкспертизе. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству проектно-сметная документация, а также положительные заключения на сметную документацию представлены в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель поблагодарил активную общественность Анапы за проделанную работу, подчеркнув, что это очень значимый и по-настоящему народный проект. Также он рекомендовал тщательно контролировать, чтобы все работы осуществлялись строго в соответствии с графиком. Включать в программу не только городские, но и сельские объекты. В этом году одна из территорий, планируемых к благоустройству, расположена в селе Суко на улице Желанной. Там будут проведены работы на сумму свыше 10 миллионов рублей. Установлены детские площадки, тренажеры, высажены деревья и кустарники. Оформлены парковочные места. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.